Приветствую всех и сегодня у нас немного о компьютерах, а точнее о SSD дисках. По-прежнему многие используют HDD диски, потому что они имеют большой объем, хотя технология довольно старая. Но против HDD дисков я расскажу, друзья, о следующем. Во-первых, здесь несколько головок, которые ездят, ищут дорожки на нескольких блинах, которые расположены друг над другом. И вот, во-первых, сами блины могут повреждаться. Во-вторых, скорость поиска дорожки головкой очень долгая. А в-третьих, современные технологии, даже Windows 10 или 11, они рассчитаны, что они параллельно очень много данных закачивают с диска. Информации очень большое количество. Но такие диски не способны дать большое количество информации, потому что даже если там несколько головок и несколько блинов, это все значительно дольше, чем SSD диски. SSD диски, они позволяют, ну грубо говоря, SSD диски это как оперативная память, да, здесь просто микросхема памяти, и он с этой микросхемы памяти хоть сколько информации, хоть сколько потоков берет мгновенно. Но хоть сколько это утрировано, на самом деле у них указано, сколько он может операций в секунду выполнять. Например, вот для WD Blue 500 гигабайт, но он может 90 тысяч EOPS, то есть операции рандомного считывания производить 90 тысяч в секунду. Такие диски, они, конечно, они очень тормозные, они там очень мало могут, потому что головка физически перемещается, она очень медленно. И поэтому мы сталкиваемся с тем, что современная операционная система, современная программа начинает работать на таких дисках очень медленно. Поэтому все, для чего это годится, только для хранения каких-то файлов. Но, опять же, когда вы берете какой-то диск на большой емкость, вот, друзья, просто я вам скажу, производители давно перестали следить за качеством этих дисков. Я им несколько раз брал 4-терабайтные жесткие диски, и чтобы его отформатировать, это было малореально. У меня 4-терабайта порой там 2-3 суток форматировалось, потому что они просто все битые, все бракованные. Я покупал абсолютно новые в Ситилинке, в ДНС и так далее. А все аккуратно, но просто они такие, они где-то 1-2 терабайта отформатируют, а потом последние 2 терабайта просто повесятся там до 300 килобайт скорость становится для форматирования. И главное, перетерпеть, чтобы он наконец-то пометил всю эту лажу, весь этот брак, он перенес его в невидимые области и наконец-то заработал. Это просто жесть. Вот с SSD такого нет. Кроме того, ресурс SSD, ну, наверное, лет на 10 дольше, чем у таких вот. Да, может вылететь контроллер на SSD диске, от этого никто не застрахован, но это может навернуться. Кроме того, качество HDD дисков стало такое плохое, что те же Seagate, они дольше полутора лет не живут. Они просто дохнут и все. Самое обидное было, когда у меня 3 терабайтный Seagate, буракуда, просто через год и два месяца навернулся, а гарантия там всего год. Вот и все. До свидания, много тысяч рублей. Очень жалко. Ну и это все очень медленно и так далее. Но, когда мы касаемся SSD дисков, то здесь все тоже не так радужно. Все начиналось вообще очень здорово. На самом деле самые быстрые диски, они обладали памятью SLC, а потом пошли диски MLC, потом TLC, потом QLC, сейчас QLC диски. Что это означает? Это означает лишь то, что на самом деле память там везде одна и та же стоит. Просто это выкрутасы маркетинга и инженерного отдела. SLC очень дорогая память и она может работать, ну чуть ли там, я не знаю, 50 лет такой диск может работать и ничего ему не будет, ну грубо говоря. Вот, поэтому подумали, ну зачем такие сроки, давайте в Opa-кодсе. И разделили вот эту одну физическую ячейку на несколько логических с помощью контроллера, который одну ячейку заставляет хранить несколько бит данных. Вместо там меньшего количества данных он хранит большее количество данных логических. Ну и соответственно, если будет потеря, то потеря будет сразу в нескольких битах, а не меньшего количества битов. Разбили. Такая система получила название MLC. И это очень круто, это все равно, там десятилетиями такие диски могут работать, ну в реальных вот домашних компьютерах. Не в серверах, а в домашних могут десятилетиями работать, лет 20-30 наверное могут работать. Вот. Попользовались. И у меня, кстати, сайт крутится как раз на MLC диске Hi-Fi-Audio. Да, все очень круто, все очень быстро. Но не успокоились. А что это, MLC все равно же, это не дешево, давайте еще его покоцаем. И они еще его логически изменили, то есть меняется не память, память все та же SLC везде стоит, во всех дисках. Это все одно и то же. Разного качества, но она все та же SLC. Они ее покоцали, разделили логически с помощью контроллера на еще большее количество ячейок, и это стало называться TLC. И в какой-то момент все-таки говорили, фу, TLC, это стрёмно, это меньше, это чуть ли не в 10 раз меньше рисков. Ресурс у диска, вот, не хотим мы так, на такие диски, мы хотим MLC, и MLC еще были в продаже, но потом MLC исчезли. Остались только TLC диски. И вот, например, вот этот WD Blue, он, у него гарантия 5 лет, то есть компания гарантирует, что он как минимум 5 лет проработан, но по практике он, скорее всего, будет работать еще там, еще 5 лет после этих 5 лет, лет 10-12 точно будет работать, а то и больше. С огромной скоростью 500 мегабайт в секунду, то есть, да, встроенные сейчас NVMe еще быстрее, они там по 3 гигабайта в секунду пашут, но, честно говоря, я не очень представляю, зачем в домашнем компьютере такие скорости. Вот, но мне хватает вот 500 мегабайт в секунду с 90 тысячами EOPS, мне это вот вообще за глаза. Но, это вот TLC уже пошли, да, ухудшение от MLC с меньшим ресурсом и так далее. Ну, так вот получилось. Но, помимо этого, были не только минусы, потому что все время улучшали контроллеры, хотя и ухудшали тоже, чтобы они становились дешевле, там меньше ядер в контроллерах становилось, меньше потоков и так далее тоже. Ну, смотря какой диск. Если дорогой, вы берете какой-нибудь там Samsung Pro, то там все хорошо, там. Ну, или VD-шка вот эта была до недавнего времени, она была 4-х канальной, сейчас она стала опять 4-х ядерной, теперь стала 2-х ядерной, по-моему, 2-х канальной. Ну, короче, ухудшилась. Вот. Не суть, я сейчас не готов прям точные данные представлять, вы всегда это можете самостоятельно погуглить, я вам даю только зерно к размышлению и идею к поиску информации. Итак, вот эти вот TLC, это было вроде как не очень хорошо, но в какой-то момент это стало лучшим предложением на рынке, потому что MLC все исчезли. Но сегодня предложение еще хуже, потому что на смену TLC пришли QLC. QLC это еще сильнее, тот же SLS несчастную память, разработали еще на большее количество битов, она стала еще медленнее, причем настолько медленнее, что это просто жесть. Что такое медленнее? Ребята, вот вы хотите 10 мегабайт в секунду скорость, хотя даже вот у тормозного HDD бывает 200 мегабайт в секунду, а хотите 10, а вот QLC дает 10 при записи мегабайт в секунду. То есть он, они очень хитро сделали на QLC, там есть, пока место на диске есть, то компьютер работает с этой QLC памятью, как будто это SLS память, которая, ну, грубо говоря, в 4 раза меньше, по сути. И он набивает этот буфер на бешеной скорости, как будто это SLS память. А потом, когда пользователь не в курсе, он начинает потихоньку, пока тут ничего не делает, он начинает потихоньку это все-таки реально записывать, разделять на эти байты, биты, и, соответственно, человек не замечает, он думает, что у этого диска такая скорость. Ну, это вот называется SLC кэш. Пока это SLC кэш, все летит, все быстро, а потом он в тихаря начинает распределять и реально записывать эти данные. Но, если вы переписываете большой объем данных, то SLC кэш, когда там диск летит, он вдруг кончается, и скорость падает до 10, 40, 50 мегабайт, ну, кому как повезет от брендовости диска. То есть, вообще полная жопа начинается. То есть, если вы хотите переписать там 4 терабайта или 2 терабайта, вы просто идете и пьете долго кофе, и у вас зеленеют глаза, пока вы дождетесь, когда что-то там перепишется. Вот, это называется QLC, и, кроме того, ресурс у QLC глобально меньше, чем даже у TLC, не говоря о MLC, не говоря об SLC. То есть, это просто полное днище. Но, тем не менее, как показала практика, многим хватает и QLC, потому что, когда люди пользуются компьютером, они обычно не переписывают по 100 гигабайт за раз, они там переписывают 5-10 гигабайт, да, они мгновенно там копируются. А что там потом в фоне происходит, мало кого интересует, честно говоря, это дело контроллера. Поэтому люди сидят на QLC в таких вот дисках, и вроде нормально. Но когда реально что-то начинаете копировать, это просто жесть. У вас скорость в какой-нибудь момент упадет до 10, от 10 до 50 мегабайт в секунду, и вы просто умрете ждать. Ну и ресурс очень маленький в этих дисках. Но все равно он 3-5 лет, наверное, есть. Ну а учитывая, что QLC диск намного дешевле, то, в общем-то, многие выбирают. Тем более, когда вы выбираете терабайтник, и все. Но почему вся эта речь, и этот спич к чему? Когда я сегодня дернулся и захотел хотя бы ТЛС, про МЛС я уж молчу. Я молчу про Алиэкспресс, где все заявляется ТЛС. Я вам так скажу, ребята. На Алиэкспресс вот эти самые знаменитые. Кинг Дианы, Кинг Максы и так далее, и так далее. Вся эта лабуда. Кинг Дианы, Нитаки, это все QLC. Когда-то они были ТЛС, но потом втихаря китайцы заменили все это на QLC. Поэтому, когда вы покупаете, вы там даже в описании на Алиэкспресс почитаете, про Кинг Дианы там написано ТЛС, это не ТЛС, вам придет QLC. Очень маленький процент, когда какой-то другой продавец, просто у него какой-то древний запас, в котором еще ТЛС сохранились диски, он вам случайно пришлет ТЛС диск. Но, скорее всего, в 95% вы получите QLC диск со всеми вытекающими. Поэтому, когда я изучил весь рынок Алиэкспресса, я увидел, что сейчас на Алиэкспресс ТЛС дисков просто нет вообще. Ну, доступных. Там, если они, конечно, фирменные Samsung продают, то флаг в руки, и деньги выкидывайте, пожалуйста, такие бешеные. Но все вот эти китайские бренды, они на QLC сидят, но врут, что это ТЛС. И вот тем приятнее было, когда наше производство, но это опять же китайские диски наши закупают в Китае, но они хотя бы не обманывают. И вот я вдруг вижу, что единственное предложение на рынке на сегодня в России получить ТЛС за вменяемые деньги – это неожиданно Дигма. Это накопитель Дигма RUN S9 называется. Это реальная ТЛС память, объемом в 2 терабайта и ценой в 6000 рублей, даже 5900, по-моему. То есть цена халявная, как у QLC, а на самом деле там ТЛС. И он хреначит 500-400 мегабайт от начала диска и до самого конца. Он эти 2 терабайта захерачивает на 400 мегабайтах в секунду. То есть ресурс у него глобально больше, чем у QLC. И стоит он точно так же, как все остальное, то есть все QLC, но он ТЛС. И я изучил весь рынок, который в России есть и в Китае. Это единственный такой накопитель за такие деньги. Там просто вообще ничего нет. Там ближайший конкурент – это Akin, AQLC за такие же деньги. И все. То есть вообще нет вариантов. Когда мы переходим на какую-нибудь WD Blue, то вместо 6000 уже стоит 10-12 тысяч за то же самое. Ну и кому это надо? Когда вы можете… И плюс у Udigмы там огромная гарантия. Ну, поэтому я, конечно, был впечатлен. И, конечно, это был мой выбор. Вот сейчас у меня в компьютере такой вот диск. Просто, ну, почему его там нет? Потому что он в компьютере. Я на нем вот в Stable Diffusion генерю всякие искусственным интеллектом интересные изображения. Ну, обычно это какой-то арт такой. Пасторальные какие-то пейзажи, валпаперы. Я, честно говоря, хочу открыть раздел на сайте. Немножко он не тематический. Куда бы я выкладывал лучшие валпаперы, которые получаются. Потому что это очень красиво. Я сам пользуюсь такими валпаперами. Ну, и хотелось бы поделиться бескорыстно со всеми, кто хочет облагородить картинку своего дисктопа на компьютерах. В общем, друзья, рекомендую. Обалденный диск. Очень дешевый. Единственный в России, достойный, единственный на TLC памяти. Это не реклама. Никак я с Дигмой это не связан. Купил за свои деньги. Просто я потратил время, чтобы в это вникнуть. И хочу с вами поделиться, чтобы вы не тратили свое время и знали, что... Купил я в Ситилинке это все делаю. Пока там еще есть, я думаю, это все быстро закончится. Всем пока и до новых встреч!